Практическая психология Практическая психология И мы тут начинаем придумывать что-то Вообще для чего эта книга Почему она так важна современному человеку С точки зрения психологии Попробуем разобраться Давай Тема действительно очень хорошая Тема действительно важная И я когда провожу занятия Например с детьми В разных группах возрастных И социальных всегда спрашиваю Кто читает, кто любит читать И вот от силы 20% И это не может Как бы не Огорчать нас Не огорчать, да Потому что последствия действительно Этого очень серьезные Ну во-первых, да Мы знаем, что Благодаря чтению книг Почему мы с детства начинаем ребенку читать Увеличивается словарный запас Мы видим с вами Встречаем в жизни людей У которых очень бедный словарный запас Скудный, да Следовательно Вот уже один плюс Который мы с тобой нашли Но одним словарным запасом Здесь дело не ограничивается Чтение и речь Она влияет непосредственно на мышление Конечно То есть получается, что Если ребенок Ну или взрослый читает Да, то он работает над развитием Своего собственного мышления Совершенно верно Потому что связь чтения с мышлением Она прямая То есть мы, когда думаем То мы используем всегда слова Соответственно, чем больше наш опыт Чем больше наш словарный запас Тем больше мы ситуаций Можем закодировать в словах Конечно Согласна с тобой полностью И соответственно, можем Не только понять, что происходит С нами как бы внутри Но и, соответственно Выразить эти мысли И принять какие-то решения Вот, например Последнее время Точнее, недавно Я проводила работу с подростками Работали с подсознанием Что у них в мыслях И практически у всех Идет тревожность По поводу того, что По поводу будущего По поводу работы По поводу жизни По поводу семьи То есть дети переживают На самом деле Да А мы знаем, что подростки Как бы и сами не очень Расположены делиться со взрослыми А если еще нет возможности Обозначить внутри себя То состояние, которое Испытываешь Испытывает, да Подросток То, соответственно Ему самому непонятно Что с ним происходит Что в настоящем Не говоря уже Да, да, да И тревожность есть Тревожность непонятная Она вызывает уже и апатию И усталость И агрессию может вызывать То есть все те, ну скажем Последствия не очень Такого благоприятного поведения Которые часто родители Могут наблюдать Хорошо А при чем тут книги? Да? При чем тут книги? То есть, в принципе, человек Когда он читает книги И он видит, как разные герои Переживают разные эмоции Чувства и состояния Да, он может себя Идентифицировать с ними Правильно я понимаю? Совершенно верно Но не только Идентифицировать Называть те или иные ситуации А еще и Проживать, да Какие-то прямо Вот эмоциональные состояния Которые, например, читают Ребенок в книге Видит, да Это понимает Он как бы присоединяется К этому герою Да, образно говоря А потом он может Выразить этими же словами А может не этими же Другими, да Ну, во всяком случае Похожими Потому что мышление Это что? Это некие умозаключения Да, опосредованные Вот у героя Это одна ситуация У человека Другая Но при этом Относительно вот этой ситуации Он может уже сделать вывод По себе самому Правильно ли я понимаю? То есть Получается, что Когда ты Видишь историю героя На страницах книги Да И потом Ты как бы Присваиваешь Его опыт Себе Ты смотришь, например Даже можем Таким образом Как, например Том Сойер справился С задачкой Покрасить забор Да вот так Играючи Да И когда перед тобой Стоит задача У тебя Опыт Тома Сойера Тоже есть Образно говоря Да Для подростков Да И эту же ситуацию Можно переносить На совершенно другие вещи Отлично Великолепно Смотри Мы говорили о том Что чтение развивает мышление Также мы Помним о том Что оно развивает И память Да Тоже очень важная Такая Я еще нашла Что оказывается Чтение помогает Общаться с людьми Да Совершенно Огромный плюс Да И мы это видим Тоже на каждом шагу Дети, которые Не читают Да Они очень часто Бывают Вообщение Затрудненные Это да Я Тут недавно Подслушала Разговор В магазине Пришла после колледжа Девушка Устраиваться На работу И Те работники Которые уже взрослые Они были недовольны Ей Потому что Ей нужно было Конкретно говорить Каждое что нужно Действие которое Нужно сделать И Больше Вот этого Действия Она Ну как бы Не могла Не проявляла Ни инициативу И даже Не могла Прочитать Причину Следственной связи Да То есть у нее Не было Вот этого Как бы Развернутого Представления О том Ну как Наверное Выложить товар На полку Или что-то там Еще такое И соответственно Она еще и не общалась То есть она стояла В телефоне Что-то там свое Набирала Просматривала И так далее Да На самом деле Это опять-таки Про то Что книги Развивают Эмоциональный интеллект Да Потому что Мы Читая Присваиваем Не только опыт героев Но и мы смотрим Да По сюжету Что было Что есть Что будет Да И простраиваем Тем самым Даже очень многие Свои жизненные истории Да То есть Золушка Прежде всего Она Страдала И училась Потом ей нужно было Встретить Крестную фею Потом отправиться На бал Чтобы Случилась встреча С принцем Да То есть вот эти Причинно-следственные связи Они должны Конечно Тоже простраиваться И вот пожалуйста Чтение вам Как говорится В пользу Да Еще один момент Мы опять-таки Говорим про чтение Мы с тобой Тоже это встречаем Очень часто В жизни Что человек Читающий Он более уверен В себе Он более уверенно Представляет себя В компании Да Где бы ты ни был Он может Блеснуть какой-то Эрудицией Да И мне кажется Вот это Кстати Подросткам Может быть Ну как бы Таким Хорошей Может быть Такой хорошей Мотивацией Для чтения Мотивацией Может быть Но тут Есть такая Сложность Что Как бы Современным детям Сложно читать И опять же Мы возвращаемся К теме Связи мышления И речи То есть речи С мышлением Дело в том Что проводились Исследования Мышление же Все равно Выражено Как бы В словах В речи И детям Фиксировали Речевой аппарат И у них Сразу Снижалась Умственная деятельность На уроках В разы То есть Когда Ребенку Не давали Выражать Мысли Словами То умственная деятельность Снижается Снижается Да То есть Тут прямая Зависимость идет Вот И конечно Мотивировать На чтение Нужно Причем Начинать нужно С любого возраста Конечно понятно Что с раннего Но Никогда не поздно Никогда не поздно Да И для этого Есть совершенно Разные Способы То есть Не обязательно Конечно Сразу скупать Всю библиотеку Но книги Они важны То есть Без них нельзя Для взрослых Кстати Сейчас Немного информации Да Есть исследования Нейропсихологов Да Неврологов Что чтение Защищает От болезни Альцгеймера Да Чем больше мы читаем Чем больше мы с вами Изучаем Непонятных Текстов Иностранных Языков Это тоже Опять-таки Про развитие Нашего мозга Да Да Совершенно верно Потому что Чем больше Таких Речевых Конструктов Тем больше У нас Образуется Нейронных Связей И соответственно Мозг Работает Время Трудится Сохраняется И в старости Работоспособны Некоторые Некоторые утверждают Что чтение Делает нас Моложе Что бы это могло быть Это опять-таки Про работу Мозга Да То есть Когда Человек Себе В 30 лет Говорит Ой Слушайте Я уже В этой жизни Все знаю Да И Перестает Развиваться То Мы С вами Тоже Наблюдаем Таких 35-летних Уже Старичков Да Глубоко Состарившихся Людей Которые Не двигаются Они Не осваивают Компьютер Например Да Я встречала Таких людей Которым Там 40 лет Они говорят Нет Зачем мне Мне это Не нужно Да Я уже Прочитала Всю школьную Программу Говорит Человек Мне Глядя в глаза И утверждает Что нет Сейчас нет Литературы Достойной Вот если бы Был подобный Толстому Он бы изучил Да Но сейчас Это все Но на самом деле Льва Толстого Достаточно Непросто читать Да Согласна с тобой Полностью Все мы Проходили Войну и мир Да Читали только Тему про бал Ну и там Любовную тематику Да Про войну Все забыли Хорошо Но молодость Перебью Прости Все-таки Действительно Продлевается Да Да Потому что Погружаясь В мир Книги Немножечко Перестаешь Как бы Взаимодействовать С реальностью И напряжение Вот текущее От работы От жизни Оно немножко Отпускает Да И есть исследование Провели Опять-таки Англичане Что именно Чтение Снижает стресс Вот то Про что ты Как раз и говоришь Да В современном мире Где стресс Прямо у нас Регулярно За каждым углом Поджидает Оказывается Богатство И ритмика Книжного текста Имеет свойство Успокаивать Психику И освобождает организм От этих самых Стрессовых состояний Так что Очень хорошая Такая Хороший антистресс Да Мы можем с тобой Смело сказать Что когда вы открываете Яркую Красивую Увлекательную Да Еще и Приятную На ощупь Книгу Для меня Как для кинестетика Очень-очень важно Это То Действительно Очень многие Стрессовые ситуации Они как будто бы Уходят Они как будто Утеряют Остроту Утеряют Вот Ту яркость Да Потому что у тебя Появляется нечто Более яркое Интересное Да и хорошие книги Они действительно Текст там написан В определенном ритме Который И не дает заснуть И не дает быть Все время в напряжении А вот он Как бы так вот Плавно идет Что человек Входит в свои Естественные ритмы Потрясающе Ну что Я думаю Что мы сегодня Увидели Кстати Еще Чтение книг Улучшает сон Как это может быть Да Оказывается Что когда Человек Систематически Вот почему мы с вами Детям Вводим Такой ритуал Да А перед сном Мы почитаем книгу Если этот ритуал Будет Как бы Регулярен Да То получается Что как только Мама или папа Открывает книгу У ребенка Понимание Что сейчас мы читаем И потом отходим Ко сну А ритуальность Она вообще Для психики Очень важна Нашей Да И тут еще Эмоциональное взаимодействие И телесное взаимодействие Мамы с ребенком Причем Не по компьютеру Не по гаджету Который Листать надо Таким образом Да Ну и вызывает Определенные Такие вот шумы Да Как бы Возбуждает нервную систему А действительно Вот погружаешься В книгу Погружаешься В историю В хорошей компании То Для ребенка Это действительно Является успокоительным Ну в принципе И для взрослого Это тоже Вот смотри Сколько мы уже плюсов С тобой нашли Да И в этом убеждаем Наших читателей Слушателей Давай посмотрим Значит Во-первых С какого возраста Ты рекомендуешь Приучать детей К чтению И мы же с тобой понимаем Что если ребенок Видит Что родители не читают Он тоже читать не будет Ну для него Это конечно Родители Для ребенка Конечно Является большим Примером Но в принципе У детей Очень сильная Жажда познаний Поэтому Если родители Читают с ребенком Его книги То это тоже будет Очень большой Плюс на будущее С какого возраста Ну тут наверное Нужно еще разграничить Не обучать Чтению Да-да-да Потому что Обучение чтению Это все-таки Определенный этап Развития Мозга А вот Начинается он Как раз С самого чтения Как только Ребенок Начинает Проявлять Интерес Например Каким-то Картиночкам Каким-то Происходящим Вокруг Вещам Например Что собачка Гав-гав И так далее То в принципе Уже можно Начинать То есть показывая Картинки Может быть даже Без текста То есть Картинки С каким-нибудь Маленьким Двустишием Да А потом уже Переходя Видя интерес Ребенка Переходить Более Как бы Интересным Книжкам И более Сложным Более сложным Да Просто ведь Часто такое бывает Да Клиенты говорят Вы знаете Ребенку там Три-четыре года Он там прямо Специально даже Закрывает И когда Говоришь там Давай мы с тобой Книжку почитаем Он приходит И говорит Нет Да Нет Не буду И что в таких Случаях делать Такая ситуация Говорит о том Что у ребенка Еще недостаточно Развито восприятие И внимания То есть Нужно развивать Ну как бы Закладывать основы Для последующего чтения Через другие вещи Например Игры Игры Могут быть Какие-то Сенсорные Какое-то развитие То есть Вместе может быть Там какой-то Не знаю Пощекотаться Массажик поделать Изучать Окружающий мир Что там Червячок ползет Что по луже Там можно Пройти Кораблик поставить Ножкой топнуть И так далее И вот Когда ребенок Вот это вот Себя впитает Да Когда у него будет Достаточный Словарный запас Чтобы он понимал Потому что Он еще не все слова Может понимать Поэтому конечно Ему не интересно То тогда Вот Можно будет Переходить уже Как бы И к картинкам В книге И каким Уже К текстам Давайте поговорим Еще такой момент В принципе Сейчас очень многие Родители Прямо Да Так как они говорят О ну Если надо развивать Ребенка То мы прямо С первых дней Жизни Это начинаем делать Да И вот приходишь Иногда И там вот Ребенку еще там Полтора годика У него там уже Буквы висят Да Еще что-то В принципе Ведь это приемлемо Да Зона ближайшего развития Пусть он видит Эти буквы Да Главное Чтобы не заставляли Родители ребенка Бабушки Дедушки Эти буквы В полтора года В слоги складывать Да Совершенно Потому что Всему свое время Да Так и есть Что мы часто видим Когда вдруг Начинают родители Вот они Да Ну говорят Ну сейчас же Сейчас образование Должно быть Прямо Да С пеленок Да Что мы часто видим Что ребенок уже Он к школе не хочет Не то чтобы там Учиться Да Не читать Ничего Совершенно верно Либо пропускает Вот этот вот этап Как бы развития Словарного запаса И ребенок Когда сталкивается С классикой А в классике Слова очень часто Встречаются Устаревшие Которые в нашем Повседневном обиходе Неиспользуемые И соответственно Ему непонятные То есть это еще Дополнительно теряется У него интерес И потом конечно Для него книги Это нечто такое Очень сложно Трудное Трудоемкое Непонятное Хорошо Юля Давайте попробуем Проговорить В чем же сила Вот мы очень часто С вами Родителям Предлагаем Ну если ребенок Например не читает Да То у нас есть Аудио Там да Книги Там еще что-то Ну то есть Но все-таки Мы склоняем К тому что Книжка должна Присутствовать В жизни современного Ребенка И подростка Разумеется тоже Да В чем сила В чем терапия Вот Специальных Сказок Которые И ты Пишешь Да И в общем-то Мы часто Как психологи И педагоги Используем Да Терапевтические Сказки Или терапевтические Рассказы Ну вот я В классическом Варианте Сказкой терапии Конечно не работаю Но В моих книгах Я в них Отражаю Те моменты Которые Непонятны Для родителей И для детей Например Очень часто Сталкиваюсь С тем Что У ребенка Низкая Уверенность в себе Связаны С тем Что Он Не Воспринимает Себя Как Базовое Уникальное Существо Вот И Связано Конечно Это с тем Что он Привык К постоянной Оценке Что Хорошие Что Плохое Ну и в школе Там тоже Оценки Нам ставят Но все равно Вот это Базовое Ощущение Что я Как Человек Как индивид Ценен Сам по себе При рождении Уже Да Вот этого Нет И вот Например В своей книге Как стать Королевой Для Девочек Четырех Десяти лет Вот там Эта тема Она стоит Первой И раскрыта И раскрыта То есть Там идет Не только Как бы Сказочное Изложение Но и еще Задание То есть Это у меня Книга Тренинг И я Поэтому Предпочитаю Именно Объяснять Вот такие Вот моменты Сложный момент Очень простым Языком Да Как появилась Идея Почему Ты сама Была девочкой Да То есть А мы неуверенной Ну мы же Всегда через себя Проживаем Да Очень многие Истории Это да Конечно Но я Всегда Любила Писать Рассказики И честно говоря Я вообще Чтением Очарована С шести лет И до сих пор Я очень помню Как у нас В садике Учили читать И для меня Было очень сложно Сложить вот эти буквы И понять Что там в этом слове Но так как Девочка была послушная Я сидела еще Вечером дома И вот в один Прекрасный момент Вот у меня Вот эти буквы Сложились слова Слова Сложились предложения И я поняла Что там было написано Для меня вот Открылась вот Какая-то Какой-то новый мир Совсем по-другому Да Посмотрела на все происходящее Здорово И когда вот уже Стала работать Психологом Семейным и детским Я подумала Почему бы нет Почему бы не рассказать Это вот В таком вот Как бы Печатном тренинге У тебя сейчас еще Пишется книга Да И не одна Процесс И даже не одна Да Про что это будет Следующая книга У меня будет выходить Для дошкольников То есть там и мальчики И девочки Про то Как найти много интересного В окружающем мире То есть там тоже будет Сказочная повесть Про осьминожку И будут еще и задания То есть получается Что на самом деле Мы встречаем Да сейчас Деток Которые По любому поводу Привыкли Что их папа с мамой Развлекать должны А если что Так вот коснись Ой мне скучно Я не знаю чем заняться И родители говорят Не знаем уже Чем занять Своего ребенка А мы же с вами понимаем Что в принципе Здоровый ребенок Развивающийся по возрасту Он должен сам себе искать Вот эти самые занятия Никто его не должен В этой жизни развлекать Никто не выполняет Роль Аниматора Да А родители так-то активно На себя эту роль берут Берут Вот А книга будет учить Как вот можно В окружающей обстановке Найти что-то для себя Интересное Плюс ко всему Через это Через все Развиваться Да Что тоже немаловажно Еще и незатратно И незатратно Да Это сейчас тоже Очень-очень актуально Для подростков Уже есть тоже какая-то тема Для подростков У меня на данный момент Написана книга Любовь без права на молчание Это про первую влюбленность И сложности в отношениях И там приведены Ну такие вот Завуалированные консультации По поводу того Как понять свои эмоции Чувства Как их выразить И как правильно С ними повзаимодействовать То есть как бы Уже прямо в рекомендательном В таком порядке Ты можешь Ребенок Подросток Может читать И он уже Да Поймет Для него В принципе Будут определенные шаги Того Как быть В похожей ситуации А ситуация Это у всех похожая Как это неудивительно Да Но для каждого Кажется Что они неповторимы И уникальны Да Вот так вот и бывает Хорошо Есть ли у тебя Такое ощущение Что ты прямо Получаешь удовольствие От того Что сама делаешь Да Я очень люблю То что я делаю Всегда Вот Эта писательская Как бы Такая функция В тебе Она не Не занимает Очень много времени Ты по-прежнему В психологии Или все-таки Теперь ты себя Больше чувствуешь писателем Я Вообще Много где Потому что я Человек творческий Я люблю Чтобы Ну как бы Реализовываться В разных направлениях Поэтому Я и пишу Я и в психологии Консультирую Еще в колледже Преподаю И еще тут Занялась живописью Ну тоже приятно Очень-очень хорошо Давай мы сейчас С тобой У нас есть время Да Дадим Ну во-первых Порекомендуем Что ты вот сегодня Ты очень много Книг принесла Да Что ты прямо Считаешь Что необходимо Прочитать Нашим современным Подросткам И нашим Слушателям Ну вот Первую книгу Которую я хочу Порекомендовать Это Грамматика Фантазии Джани Радари Это больше Для родителей У которых Которые Хотят Чтобы их дети Читали Здесь очень много Разных упражнений Таких вот Шуточных Интересных Что можно делать Вместе с ребенком И вызывать у него Как раз Интерес К чтению Результат к чтению А сначала К окружающему миру К словам А потом у него Уже Возникнет Непосредственно Вот как бы Сформированный Интерес Почитать Грамматика Фантазии Отлично То есть это как Азбука прямо Да Давайте-ка я вас Научу фантазировать Дорогие друзья Да-да-да И Джани Радари В этом плане Очень хорошо пишет Вторая книга С этой же целью Мне вот очень понравилась Шамиля Ахмадулина Скорочтение Прежде всего Здесь вот Учит развивать Восприятие Эта книга И развивает Внимание И Соответственно Ребенок Понимает уже Целиком Прочитанное Предложение А не складывает Смысл Каждого слова То есть У него Снижается Затратность Вот этого Восприятия Книги Ему Интереснее Естественно Становится читать Ну вот Что скрывать Мы сейчас Мы видим На практике Детей Которые Страдают Дислексией Детей Которые Страдают Дисграфией И мы понимаем Что это особая работа Мозга То есть Это не Про то Что он ленив Или не про то Что ему не хочется Читать При дислексии Очень сложно Вообще читать Ребенка У него буквы Прямо перескакивают То есть Вот Прежде чем Мы с вами Видим Что ребенок Например Не читающий Ну то есть Или он с трудом читает Или ему не хочется читать Прежде чем его обвинять В лени И да Вы сначала Посмотрите Реально Нету ли у него Вот таких вот Физиологических трудностей Да Потому что мы с вами Сталкиваемся В практике Когда говорят Ну слушайте Вообще ребенок не читает Да А он Разбираемся Садимся Подключаем Логопеда-дефектолога И мы понимаем Что так-то там Ребенок И не может читать Потому что для него Это невыносимо сложно Да А родители не подозревают О том Что у ребенка Дислексия Да Такое тоже есть Очень часто Сталкиваемся Поэтому Прежде чем Перейти к скорочтению Сначала научите Ребенка Просто читать Ну Здесь Чем мне нравится книга Здесь не то Что приведены тексты По которым читается А именно Идет развитие Вот этого Восприятия Которое Обуславливает То есть тут целая Прямо система Тебе дала Да В этой книге Нормальное восприятие Текста Текста Отлично Отлично Сама бы с удовольствием Полистала Мне она тоже понравилась Тоже понравилась Да Даже так приятно На нее смотреть И трогать ее Так Те дети Вот подростки Которые Не очень любят читать Им хорошо Подбирать По интересам Книги Я вот например Своему сыну В свое время Тоже он как-то так Отказывался Вот Какой у него интерес Возник То и покупала То есть Любил котов Покупала Про котов Любил Вот какое-то Средневековье Покупала Про средневековье То есть Ты прислушивалась К чему Чем сейчас Увлечен ребенок И как бы Подбирала Для него Эту литературу Еще при этом Сама читала И давала Интересный Такой Зацепку По сюжету Не рассказывала сюжет А зацепку давала Чтобы у него Возник интерес По принципу Гештальтера Да-да-да Вот Подросткам Будут Вот такие Практические Книги Интересные Например Вот это Тролология Тролология Да Как Справляться С хейтерами В соцсетях Ага Отлично И то же самое Это может Быть полезно И в повседневной жизни Потому что Ну как бы Агрессивное поведение И в классах бывает Достаточно часто То есть получается Что просчитал книгу Да И научился Как справляться Вот с этими агрессорами Да Угу Очень мне нравятся Современные авторы Например Вот Тут для дошкольников Ксения Горбунова Однажды в шкафу Да Это про жизнь вещей В комнате мальчика Их отношения к нему Их взаимодействие Между собой И Почитав Вместе Родители и ребёнок Ещё и обсудив Почему Например Вот Вещи чувствуют себя Такой А не такой А как себя чувствуют Твои вещи То есть Вполне Можно Вот про повседневность То есть Не про что-то Отличённое Например У классиков Детской литературы У них замечательные рассказы Да Но они немножечко иногда Ну скажем Не про сейчас А дети живут Вот сейчас Им хочется про сейчас знать Вот такие вот книги Вполне Очень интересные Отлично Очень хорошая рекомендация Что для взрослых На повзрослее Вот Последняя книга Которую прочитала Я кстати Люблю и подростковую И детскую литературу читать Надломленные души Тьерри Коэн Книга замечательная Тем что Во-первых Тут в сюжете Лежит Ситуация Сложная У детей Как они С этим Справлялись И ещё Вот в этой книге Тоже По принципу Моих книг Ведены Некие примеры То есть Разбираются Те или иные темы Как такими Вставочками Вот То есть Практика Ориентированная Да Да То есть И сюжет Очень такой Интересный И приключенческий В то же время Несмотря на вот трагичность И такие вот Ну скажем Рекомендации То есть Про что вот это И тоже Интересная книга Такая розовенькая Да Да Несмотря на то Что название Такое Небеременное То есть Про то Что девочка В старших классах Вступила в отношения И у неё началась Беременность Но суть Этой книги В том Как она Вот в этой Новой ситуации Смогла открыть Для себя Весь вот Окружающий мир И новые Взаимоотношения С людьми То есть Как вот Она вышла Из привычной колеи И смогла Посмотреть на мир Немножечко по-другому Книга 18+, да Вот тут указано Она 18+, Но я вот Рекомендую И Парам Почитать Сначала мамам Обязательно Чтобы можно было Где-то что-то объяснить Да Обсудить Какие-то моменты Когда Тему знают обе Да Вот А мне понравилось Вот это А у меня вызвало Сомнение Вот это И тогда Если тема Вот это Обсуждается То Тогда не будет Никаких Недоговоренностей И в том числе Ранних беременностей Тоже Поэтому Можно и не 18+, Отлично Хорошо Юля Вот Давай еще У нас прямо Там С тобой есть Минутка Что бы ты Прекомендовала Для родителей Каким образом Есть какие-то Может готовые Инструменты Как ребенка Усадить с книгой Ну смотря Какого возраста Ну вообще Любого Давай Все равно Нужно Делать Подготовительный Этап В чем он Заключается Играть Вот например Стол Здесь стоит Такой Большой Массивный Назовите 20 признаков Этого стола И вот 5-6 назовешь А потом Начинаешь Уже думать А что бы Такое Придумать Если еще Думаешь Вместе С семьей Да С родителями Это уже Возникает Интерес Очень хорошо Семейное Чтение Это например И мама Почитала И папа Почитала Потом еще Ребенок Почитал По очереди И все там По страничке Почитали И это Интересно И это Вместе Объединяет Дальше Школьная Программа Да Вот Всегда Скучная Школьная Программа Но как-то Ее тоже Надо осваивать И вот Здесь Нам на помощь Приходит С вами Ты читаешь Например Эту книгу А потом Мы с тобой Посмотрим Как режиссер Тот или иной Видел Например Это же Произведение Но совсем По-другому Вот сейчас Читая Представляй Вот эту Героиню Или вот Это событие А потом Посмотришь Как у другого Человека Фантазия Совсем По-другому Работает Мне кажется Это тоже Интересно Особенно В подростковом Периоде Кстати Да Вот Многие Фильмы По мотивам Классической Литературы Сделаны Очень хорошо И Иногда Если ребенку Сложно Воспринимать Классику Там Действительно Сложные Слова Спасибо Большое Юле Сегодня Была Очень Интересная Программа Спасибо За рекомендации И за книги Которые Мы обязательно Почитаем Все Сегодня Мы говорили О библиотерапии О пользе чтения И написания книг Ждем твои новые книги Будем их тоже С удовольствием читать Это программа Практическая психология У меня сегодня Была в гостях Детский семейный психолог И писатель Юлия Пономарева Ну а я Бушмелева Надежда Желаю всем Крепкого здоровья Удачи И развивайтесь Да До свидания Практическая психология